Без гласности перестройки не будет. В этом отношении Михаил Горбачёв, по-моему, где-то набрался библейского знания. Вчера мы верили в потусторонний мир, потом вроде наука где-то кому-то что-то доказала, и мы перестали верить в потусторонний мир. На территории Крыма было расстреляно более 350 тысяч беспризорников. Расстреляли как щенков. Где мы называем царём царя, всегда будут революционеры. У вас, например, в Соединённых Штатах Америки мужчина вообще потерял отцом. Я ещё ни одного мужчину и ни одну женщину не видел, чтобы они были способны творить человека сами по себе. И нам говорили, что человек создан обезьяной, вырос в обезьяну, из обезьяны. И вот сегодня он вырос в обезьяну и нас тянет в эти джунгли. И вы сидите на этом маленьком островке, спасаясь свою шкуру. Женщина перестала быть женщиной. Ну, посмотрите на эти палочки в поле. Дома отец, скажем, изверг, а в церкви пресвитер. А почему это так страшно, когда мужчина женственный мужчина? Не знаю, почему это страшно. Бог не мужчина. Бог не есть мужчина. Я не встречал ещё человека, ни мужчину, ни женщину, которая имела бы только мужские и только женские хромосомы. Иоганнес Раймер, основатель миссии Logos International, руководитель Общества просвещения и исследования в Европе вопроса антропологии, является профессором Южноафриканского университета. Иоганнес Раймер родился в 1955 году в СССР в семье русских немцев. В 1966 году семья Раймеров переезжает в ФРГ. Иоганнес обучается в библейской школе в Виденест, затем изучает теологию в Гамбурге и во Фрезно, США. В 1995 году ему присуждается докторская степень. В настоящее время он преподает в библейской школе в Виденест, а также ряд дисциплин по подготовке руководящих кадров по темам церковь и миссия в академии. Автор нескольких книг по истории христианства в России. Женат трое детей. Значит, господин Раймер, мы очень рады, что вы с нами сегодня, искренне, вы видите мои глаза, вам не лгу. Я очень рад, слушал ряд ваших лекций. И скажу вам откровенно, меня подкупает ваша честность, ваше мужество не согласиться часто с традиционной точки зрения. Это просто похвально. Не просто не согласиться в смысле вот такой мелкий скандалист, как себя когда-то Есенин называл. А аргументы-то обоснованы. Ведь вся война происходит в сфере аргументов. И я благодарю вас, и я знаю, что это я делаю не просто от себя, а от имени очень многих людей. Я хочу с вами очень откровенно поговорить. Если нам поможет Бог, давайте просто... Какова есть шкала откровенности? Вы допускаете максимальную откровенность? Максимальную откровенность. Максимальную откровенность. Вы знаете, я убежден в том, что не будет перестройки ни в мышлении, ни в обществе. И в церкви ее не будет, если не будет гласности. В этом отношении Михаил Горбачев, по-моему, где-то набрался библейского знания. Без гласности перестройки не будет. Поэтому мы люди света, дети света. Я христианин, поэтому я считаю себя сыном света. И прятаться нечего. Но если есть вопросы, действительно, ну, слишком обнажающие Вашу личность, Ваше мировоззрение, что Вы делаете в таком случае? Я открыто и откровенно говорю. Я не убегаю от такого вопроса. И, по-моему, Вам не удастся меня обнажить. Хорошо. Спасибо. Уже приятно. Уже интригует, да? Значит, Иван Иванович, как мы Вас величаем? Скажите, пожалуйста, Вы утверждаете в своих лекциях, в своих семинарах, что основополагающей ячейкой общества является семья, не личность, не единица. Может быть, и личность. Но когда Вы учите о семье, Вы очень уверенно и не один раз повторяете, что семья, как единица, является основополагающей ячейкой общества. Так Вы говорите? Правильно. Так Вы учите? Вопрос остаётся один. Сегодня все борются за себя, за свой индивидуум, за место под солнцем. Куда исчезает вторая личность, мужчина или женщина, когда они становятся одной плотью? Всё-таки принцип иерархического порядка сохраняется. Кто-то над кем-то должен быть. Это подразумевает уже. Может быть, испорчен в нашем сознании, но мы подразумеваем, что кто-то должен быть первым, кто-то последним. Ну, во-первых, в отношении базовой единицы общества, семья как базовая единица, необходимо, такое мышление необходимо, потому что Бог, создавая человека себе в прообраз, не создал его мужчину или женщину. Ну, мы всегда начинаем с мужчины. Он не создал мужчину, не создал Адама себе в прообраз. В Библии явно написано, он создал человека себе в прообраз, мужчину и женщину создал его. Так написано в книге Бытия. Нет. В русском переводе сделана ошибка. В оригинале, в еврейском тексте, написано его. Значит, человек, сам по себе человек, это коллективная личность. Прообраз Божий – это значит творческий образ, это творческая личность. А творить в божественном плане – значит творить жизнь. Я еще ни одного мужчину и ни одну женщину не видел, чтобы они были способны творить человека сами по себе. Только в этом коллективе мы способны на божественное, на творчество нашего будущего поколения. Поэтому убери семью, убери этот коллектив, базовый коллектив, да, и не будет продолжения рода человеческого. Мы вымрем, мы просто-напросто вымрем. Бог, создавая себе прообраз, создал человека, как мужчину и женщину создал его. Значит, вопрос личности. Вы знаете, вы личность и я личность. Вы никак не личность, потому что вы тело. Вы личность благодаря определенной трехмерности вашего существа. Душа, дух и тело создают одно. Личность – это не плоское представление. Личность имеет определенную глубину. И когда мы говорим о человеке, как о личности, о человеке, как о личности, мы уже не говорим только об одной стороне человеческого бытия. Мы говорим о комплексном явлении. Когда мы говорим о семье, как о личности, социальной личности, мы тоже говорим о комплексной личности. Поэтому вторая личность не исчезает. В западном богословии, например, мы говорим о триединном Боге, как о трех личностях. Кстати, это также ваше убеждение? Вы верите в триединство Бога? Я убежден в том, что Бог триедин. Как же тогда, если большой процент людей верят в обратное, что Бог един? Ну, люди верят во многое. Люди верят во многое. Вы знаете, мы верили, вчера мы верили в потусторонний мир, потом вроде наука где-то кому-то что-то доказала. И мы перестали верить в потусторонний мир. Мы верим благодаря нашему невежеству. А зная, мы начинаем не только верить, мы начинаем доверять. Библейское представление веры — это никак не признание за интеллектуальную истину. Интеллектуальное признание за истину — это не вера, не библейского плана веры. Когда Библия говорит о вере, она говорит о доверии. А это значит отношение, это относительное представление. Верить — это значит иметь существенное отношение. Это значит верить. Поэтому люди верят во многое. И масса, она у нас в Советском Союзе тоже верила, что будет время коммунистического братского общества. Рая. Рая исчез, и нам говорили, что человек создан обезьяной, или вырос в обезьяну, из обезьяны. И вот сегодня он вырос в обезьяну и нас тянет в эти джунгли. Поэтому верить люди верят много. В семье, в этой базовой единице, в социальной единице, вторая личность не исчезает. Как раз наоборот. Когда человек входит в этот коллектив, этот базовый коллектив, его личность не расплавляется, не уходит, не исчезает. Человек себя не сдает. А он начинает обустраиваться, обустраиваться как личность. Я работаю над своей личностью один на один, когда я один, сам по себе, так сказать, творец моего счастья. А вот женился я, и теперь мы вдвоем работаем над той же самой личностью. Мы зачастую в христианском, в христианских кругах цитируем, цитируем такой текст в Ефесянам. Пятая глава, да, там написано «Женщина да подчиняется мужу своему, а муж любит жену свою». Вместо в пятой главе послания к Ефесянам. Так вот, в 21 стихе, начиная разговор об отношении мужа к жене и жене к мужу, апостол Павел говорит «Подчинитесь друг другу во Христе». И в греческом оригинале очень четко сказано «Передайте себя друг другу, подарите себя друг другу, отдайтесь». Как говорят на популярном языке. Речь идет о личности или о теле? Речь идет о личности. Нигде, нигде, нигде в Ефесянам разговор не идет только о корпоративной, о физиологической стороне семейной жизни. Это целостное представление. А что же оно включает в себя? Отдать себя своей жене? Я передаю себя, свою жизнь в руки человека, который будет работать надо мной. Сознательно это делаю. И партнер мой делает сознательно. И мы вместе опускаемся на колени перед Богом. У нас появляется триединная система воспитания личности, социальной личности. Вы знаете, мы когда говорим о социальной личности, семья это социальная личность, это общественная личность, это общественная базовая единица. Я как личность, индивидуальная личность представляю собой не только это. Я тоже общественное существо, но в какой-то мере, уйдя из общества, я не теряю свое человеческое лицо. Поэтому, когда мы покинем общество, покинем социальный мир, покинем нашу культуру, тогда не будет больше разницы между мужчиной и женщиной. Не будет вообще такой социальной единицы. В небе семи как таковой нет. Вот как раз интересно, доктор Аймер. Смотрите, все-таки в нашем представлении у большинства, наверное, Бог есть, ну не женоподобный, Бог мужеподобный. Вот, это одна мысль. Вторая мысль. Я верю, что, да, как вы сказали, на небе мы будем как ангелы. То есть, в смысле, не будет пола, отсутствует пол, как таковой. Все-таки, ну все-таки, мужчина же претендент на первенство. В любом случае, это не пахнет феминизмом, когда женщине уделяется равное право, как и мужчине, работать над мужчиной. Наша проблема вот в таких понятиях равное право, эмансипация означает, я хочу того же, чего имеешь ты. Но вы знаете, женщина не мужчина, и мужчина не женщина. Сравнивать в науке можно только яблоки с яблоками, груши с грушами. А когда я сравниваю женщину с мужчиной, я уже сравнил яблоки с грушами. Принято считать, что в отношении главное – это понимание и тактичность друг к другу. И тем не менее, сложно встретить пару, в которой царит полное взаимопонимание. Различия между мужчинами и женщинами не искоренеть. По этой причине часто возникают споры, которые приводят к конфликтам и раздорам. Как же найти общий язык? Или милые бронятся только тешатся? Одна из самых распространенных претензий любой женщины к мужчине такова. Мы как будто говорим на разных языках. Интересно, а сильно ли отличается язык мужчины от языка женщины? И речь, разумеется, идет не о лингвистических различиях. Все спрятано куда глубже. Мужчина и женщина. Уж сколько сказано на тему различий между ними. А ученые все же продолжают осваивать это благодатное поле. Вот некоторые из их наблюдений. Мужчинам свойственно открыто выражать свои намерения. Женщины же отдают предпочтение намекам. Мужчины принимают решения быстро. Женщины – после долгих колебаний и советов с близкими. Мужчины в два раза чаще становятся пациентами психиатрических клиник. Женщины легче переносят стресс. Давление у них повышается не так резко. Оба пола в равной степени любят смотреть в зеркало. Однако мужчины при этом рассматривают свое тело. Женщины рассматривают свою одежду. Создавая единицу, одно целое, я никак не могу сравнить согнутую ладонь с кулаком. Но когда вошел этот кулак в ладонь, объединилось в одно, у меня получилось новое целое. Оно возможно только благодаря тому, что тут ладонь, а тут кулак. Или давайте возьмем два цвета, желтый и синий. Я возьму два цвета, да. Получается, сравнивать невозможно личность женщины с личностью мужчины. Поэтому вопрос иерархии, он вообще не уместен. И как только мы начинаем дебатировать семейные отношения в системе иерархии, у нас получается война. Там, где мы называем царем царя, всегда будут революционеры. В иерархической системе всегда будут революционеры. Кто же они? Женщины? Жанна Дарк? Ну я думаю, что сегодня... Ну и жену Жанна зовут. Сегодня, 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 после 20-30 лет так называемой сексуальной революции на Западе, мне кажется, что пора мужчине эмансипироваться. У вас, например, в Соединенных Штатах Америки мужчина вообще потерял лицо. Поэтому давно пора мужчине встать и эмансипироваться. У нас проблема отцов, проблема мужчины, проблема руководителя семьи, скажем вот так. Проблема мужчины в том плане, каким создал его Бог. Она давно снята с повестки дня, причем эмансипации, женской эмансипации. Женщина перестала быть женщиной. Ну посмотрите на эти палочки в поле. Они ни на что не похожи. Женщина перестала быть женщиной, потому что ей хочется быть таким, как мужчина. Но никогда, никогда груша не станет яблоком. Это же комплимент, когда говорят женщине, мужественная женщина. Но когда говорят о мужчине, женственный мужчина. А почему это так страшно, когда мужчина женственный мужчина? Не знаю, почему это страшно. У нас долгое время считалось, что мужчине заплакать, да, это беда какая-то большая. А сегодня мы знаем, когда человек плачет, глаза его обновляются. Слезы оказываются целительное вещество. А я человек такой полуслепой, понимаете, поэтому мне нужны очки. Я понимаю, насколько важно мне поплакать. Это значит, пустить слезинку, это распустить мои женственные чувства. Например. И потом я не встречал еще человека, ни мужчину, ни женщину, которая имела бы только мужские или только женские хромосомы. В нас Бог вложил эту коллективность, мужскую, женскую коллективность, часть своего существа. Своего имагу, своего подобия, как в мужчину, так и в женщину. Но она в женщине, в односторонней, в мужчине односторонней. Только в совокупности мы чувствуем божественную силу. Бог не мужчина. Бог не есть мужчина. Мы употребляем слово «отец», называя Бога отцом. И Бог сам себя во многих местах, в священном Писании, называет матерью. Я был для вас как в мати. Назвать Бога матерью я не назову, потому что Библия не называет Бога матерью. Бог не есть мать. Бог – отец. Так он себя назвал. Но, назвав себя так, он никак не уменьшил свою силу, свое влияние, свою роль на чисто отцовскую роль. Поэтому Бог не мужчина, Бог – Бог, он не человек за пределами нашего понимания. И такая категоризация, она, по-моему, вообще неуместна. И в богословии она не производится. И представление о Боге как о мужчине – это чисто популярное представление. Спасибо. Спасибо. Я думаю, что достаточно исчерпывающий ответ. Такой вот момент, если мы бежим дальше. Мне бы хотелось спросить об откровенности в семье. Насколько допустима откровенность или честность в отношениях между супругами? Опять же, здесь момент, мне так кажется, откровенности с самим собой. Насколько мы боимся света? Вот я позволю себе, недавно купил в городе Лос-Анджелес такую сборку неизвестных. В основном автором – это Евгений Евтушенко, собирал много лет. И здесь есть неизвестного автора, такие два четверостишья. «Как ужасно никому не верить, не иметь ни радости, ни друга. И души, окованные двери, никому не открывать по стуку. На ужасней самому стучаться, вызывая из себя другого. Дверь открыть, увидеть, испугаться и поспешно запереться снова. Есть в этом проблема. Видите, в этом проблема, что когда в брак приходит человек, который сам себя боится, сам себя не раскрыл. Как много таких людей, давайте откровенно, чувство достоинства человеческого, приходит в семью, в брак. Такой вот уже элемент. Что делать? Что делать? Важно ли это? У нас в нашей советской или, скажем, восточнославянской культуре две проблемы. Во-первых, у нас проблема нашего культурного развития, славянская культура, это культура стыда. Мы в антропологии различаем культуру стыда и культуру греха. На английском языке это называется culture of guilt and culture of shame. Азиатские народы, азиатские народы, почти все культуры стыда. В культуре стыда мусор не выносится за пределы дома. В культуре стыда не так важно признаться, скажем, в обмане, как вынести этот обман на свет. В культуре стыда люди замыкаются в четырех стенах своей личности или в четырех стенах своего дома. Дома отец, скажем, изверг, а в церкви пресвитер. Это типичное развитие культуры стыда. Это одна наша проблема. Проблема, с которой надо бороться, надо решить эту проблему. Проблема эта уходит глубоко корнями в историю. Скажем, в российской культуре, с самых начал с Киевской Руси у нас почти никогда не было своих царей, своих правителей. Мы приглашали людей извне. Сначала это были датчане и шведы, варяги. Ведь не было у нас Владимира в Киеве, был Вальдемар. У нас и Ольги не было. Это была Хельга. Это были не русские, не славяне. Потом у нас появились греческие монахи, которые столетиями руководили русской православной церковью. Потом у нас появились немцы. Екатерина II, а кто она такая? И Павел I, Александр I, все Романовы. Что они русские? У нас в нашей культуре, в русской культуре, сложилось представление, мы сами не можем в обществе. Мы закрытые. Мы живем в четырех стенах нашего дома. И даже в советское время. А кто Сталин русский? Можно не продолжать. Я уже пробежался. Не буду продолжать. Я сейчас могу вам предложить еще ряд других примеров. Революция, она что была русской? Ну не буду я сейчас здесь затрагивать дальше эту тему. Одним словом, мы должны найти ответ на культуру стыда. Мы, я имею в виду, христиане. Потому что Библия ни в Ветхом, ни в Новом Завете не ориентируется на такого рода культуру. И зачастую поэтому библейские истины, они не находят действительного применения в нашей жизни. Потому что мы не нашли варианта перевода этих истин в наше понимание, в наш менталитет, в нашу культуру. А вторая проблема, она связана с советским временем. Это уничтожение, почти полное уничтожение личности. Расплавив личность человека в коллективе, мы в конце концов потеряли полностью лицо свое. Но потерять мы не могли, потому что человек остается человеком. И что делает такой человек? Он уходит, так сказать, на позиции вот этого запертого, чуть ли не тюремного состояния своей собственной личности. Оттуда надо его вытащить. Живя в условиях демократии и в условиях совсем другой культуры на Западе, молодое поколение вырывается из этой тюрьмы и начинает себя вести совсем по-другому. Оттуда у нас конфликты по церквям, у нас конфликты в наших семьях, у нас конфликты в нашей базовой семейной единице. Мне знакомый один, говорит, проживший 30 лет в Германии, поехал на старую родину, женился там, привез жену домой. И у него постоянно конфликты. Постоянно конфликты. Говорит, я не понимаю, в чем дело. Сели мы, начали разбирать. Это чисто культуральные вопросы. Ложили их на стол, а оказывается, вопросы недуховные. Они пытались их решать из Библии в руках, ломали друг другу голову. Проблемы другого рода. Но, господин Раймер, позвольте несколько не согласиться. Может быть, в меру моего субъективного мышления. Все-таки семья в советское время была прочнее, чем сегодня на Западе при полной демократии. Когда человек, личность во всем расцвете, а семья не держится. Где она была прочнее? Ну, видимо, она была прочной. В обществе она не была прочнее. В 20-х годах Россию, Советский Союз заполонили армией беспризорников. В середине 20-х годов советское правительство было вынуждено только за одну осень, по-моему, 26 или 27-го года, я сейчас не могу вам точно сказать, на территории Крыма было расстреляно более 350 тысяч беспризорников. Расстреливали, как щенков. А почему? Потому что Крупская постановила, что самая консервативная базовая единица общества – это семья, христианская семья. Победить устои прошлого – это значит развалить семью. И вот по Надежде Крупской, потом у нас были воспитатели общественные, я сейчас не буду называть имена этих известных душегубов общества, семья была развалена, и устоев не было никаких. О, в обществе у нас не было никакой стабильности семьи. Но, видимо, же сохранялась семья? Видимо, видимо, она сохранялась. Ну, вот поколение наших родителей. Христиан. Нет, даже вот, ну, это же осуждалось, даже на производстве, если ты изменяешь, если ты там, ну, понятие развода. А кто не изменял? Все. А кто не изменял? А кто не разводился? Я строю церковь дома в Германии, чисто миссионерскую. У нас 85-90% членов нашей церкви – это верующие первого поколения. Они ничего не знают о Христе, ничего не знали о какой-то религиозной философии. Они, в принципе, у нас нашли Бога. И я думаю, что у нас в церкви нет ни одной семьи, которая, в которой выдержала этот прессинг советского общества. Все разведенные по два-три раза. Поэтому, когда мне говорят, что в советское время семья действительно была более стабильной, в это я просто-напросто не верю. В христианских кругах, в баптистах, в православных, в христианских кругах, в пенсиатниках, семья была более стабильной. Это правильно. Ну, почему? Потому что жили в условиях подвала. Знаете, когда вы живете в подвале на выживание, тогда… У вас большого выбора нет. У вас большого выбора нет. И вы сидите на этом маленьком островке, спасаясь свою шкуру. А вот, выйдя в общество, и когда выбора много, и когда ваши ценности, вот такие подвальные, должны, так сказать, выдержать тест времени и тест свободы, вот тогда будет видно, насколько то, во что вы верили, действительно существенно. Очень, очень хорошо. Очень хорошо. То есть, клясться в верности на необитаемом острове, это… Да. Спасибо за внимание.